Старая набережная Самары превратилась в огромную арт-площадку. Мастер-классы, лекции и концерты – все это ждет жителей и гостей города на Волгофесте. В этом году фестиваль посвящен теме любви. Все очень с разных сторон к ней подошли. Здесь будет любовь, которая и травмирует, и лечит, любовь, которая вдохновляет и создает что-то новое. В общем, все это мы сможем увидеть на протяжении вот этих дней с 13 по 18 июня здесь, в Красноармейском спуске и вот на пляже. На входе посетителей встречает воздушная башня. Этот необычный арт-объект раскрывает тему эфемерности любовного чувства. Она надувается ветром, словно мечтами, и никнет от отсутствия воздуха. Мягкая колонна буквально тает, если ее приобнять. Также этот объект интерактивный, потому что в нем, как в трех соснах, можно заблудиться. В нем же можно встретить свою любовь, возможно, его можно обнимать, если вам одиноко. Я возьму за руку монстра – это мило и так просто. Побороть свои страхи и переживания можно при помощи вышивки. Замок для чудовищ – это не только выставочная площадка, но и место проведения коллективных практик. Вместо оборонительной крепости он становится воздушным розовым дворцом. Внутри него живут сказочные существа. Здесь любовь побеждает боль. Это и большой такой паблик-арт-объект, потому что он огромный, розовый, с дворцом. И одновременно это место коллективных практик. То есть любой посетитель фестиваля сможет зайти сюда и сделать свое чудовище. И оставить его здесь, потому что мы хотим, чтобы это место пополнялось работами людей. Если театр начинается с вешалки, то пляж с переодевалки. В этом году организаторы решили устроить конкурс пляжных кабинок. Со всей страны набралось около 80 заявок. Три лучшие работы теперь украшают набережную и будут радовать любителей пляжного отдыха до конца лета. Каждый человек, живущий за Волгой, обязательно по утрам должен умываться волжской водой. И, собственно, после этого начинать свой день. А на сторону Волги выходит маленькое окошечко. То есть, заходя в эту кабинку, человек обязательно должен посмотреть на Волгу, вдохнуть и понять, где же он находится и что его ждет впереди. Настоящим сердцем фестиваля стал музейный городок. В этом году творческие пространства Самары объединились, чтобы найти тот самый объединяющий язык любви. У каждой институции своя локация. Например, в музее Модерна будут делать и ловцы солнца, будут делать и гербарии какие-то. Отделы экнографии музея Алабина будут делать тоже мастер-классы по созданию каких-то предметов из лыка. Нулевая комната – это галерея современного искусства в доме 77. Они будут делать мастер-класс по апсайкл предметам. То есть, все будут приносить какие-то вещи, и из них будут создаваться произведения искусства. По словам организаторов, посетить Волга-фест будет интересно как детям, так и взрослым. Каждый сможет найти занятие по душе. Самое главное, что это творческий процесс, что это творческий фестиваль, потому что мы дарим в начале лета хорошее настроение нашим гостям города и нашим жителям. И поэтому я всех приглашаю на Волга-фест. Впервые фестиваль распространится и на другие набережные региона. 17 июня этот праздник пройдет в Тольятти, Сызрани и Октябрьске. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.